За всю пока не столь большую историю 20 лет. В художественном музее Брестской крепости прошло более 130 выставок. Были осуществлены многочисленные проекты. Это помимо посещения работы над постоянной экспозицией. В последнее время таким брендовым мероприятием стал музейник. На сей раз его открыла виртуальная экскурсия. Прошёл концерт известных музыкантов Бреста, Игоря Мухи и Игоря Пашечко. Уже второй год мы проводим музейник. Это такой проект музыкального концерта в стенах нашего музея. И всегда у нас сопровождается определенная тематика, берется за основу, и от нее, как отправная точка, уже превращается концерт. С удовольствием хочется приходить и радовать свой взор, свой глаз. Получилось камерное и душевное мероприятие. Почти квартирник. Но на площадке художественного музея, пространство которого как нельзя лучше отвечает задачи проекта. По задумке зрителям уготована была роль активных участников. С ней они однозначно справились. Гости мероприятия не только слушали песни и рассказы об интересных фактах из истории города и его жителей, но и общались, задавали вопросы и рисовали. Словом, это был микс жанров. Мероприятия в музее, на мой взгляд, готовятся и проводятся для определенных категорий людей. Это может быть мероприятие и для дошкольников, и для ветеранов, и для молодежи. Поэтому, когда готовишь такое мероприятие, это категория будущих твоих посетителей, конечно, учитывается. Но мы, собственно, всю свою работу, я проработал в музее 19 лет, в этом музее со дня открытия его, мы на этом и строили свою работу. Я думаю, что в этом именно заключается работа музейщика, чтобы было не только интересно тебе, но и твоим посетителям. В рамках проекта гости музейника могли познакомиться с открытой выставкой уже традиционного проекта «Музея городу». Из фондов областного краеведческого музея и мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Экспозиция объединена названием «Город в моем сердце». Это живописные, графические и скульптурные работы художников разных поколений. Николая Чураба, Петра Данелия, Игоря Романчука и других. В завершении душевной встречи состояла свободная и непринужденная беседа и обмен мнениями.